Приветствую вас! Мне думается, что отвечать на ваш вопрос нужно последовательно, и, соответственно, начну я, пожалуй, с самого начала. С самого начала вашего текста, точнее, с самого начала вашего запроса. Запрос у вас следующий, значит, для чего надо было добавляться ко мне, если я ни в какие сомнительные игры не играю, на сайте знакомства не сижу, в моем профиле никак не обозначены потребности выйти замуж или вступить в какие-то отношения. Вот, собственно, понимаете, для чего нужно это мужчине, именно мужчине, может знать только он, ну, на 100%, только он может знать, зачем ему было вас добавлять. Может быть, потому что ему нравятся такие игры, может быть, потому что он не готов к серьезным отношениям, а ваш типаж ему нравится. Может быть, может быть, еще по какой-то причине. То есть, вероятно, он пытается компенсировать какие-то свои, значит, желания, страхи, может быть, комплексы, вот, и так далее. То есть, это по большому счету, да, гаданию, для чего, почему он, ну, однозначно, что он это делал для себя, однозначно, что он делал это, потому что хотел, это было его желание. А вот почему вы задаете этот вопрос, как бы, как бы, как бы, сомневаясь в себе. То есть, как бы, вы говорите, как бы, что, неужели я его спровоцировал, неужели я спровоцировал его своим отношением, да, ну, к себе. То есть, такое впечатление, что вы в себе сомневаетесь, такое впечатление, что вы запрещаете что-то в себе, вот. И я, конечно, не знаю здесь, как обстоят дела, вот. Но, если вы действительно в себе запрещаете, да, если вы действительно в себе не позволяете какие-то вещи, это может быть причиной, причиной того, почему вы, ну, одна в 30 лет, и почему знакомитесь в интернете. То есть, ну, вы-то не знакомились сами в интернете, но знакомство в интернете стало для вас возможным. Вот так. И у этого тоже есть свои причины, которые вам можно и нужно разобрать. И возникает еще один важный момент. Вы спрашиваете не о себе, да, а о нем. Понимаете? То есть, вы интересуетесь и им, а не собой. И вот здесь, мне кажется, тоже есть над чем подумать. Вы говорите, что вам около 30 лет. Значит, может быть, вы и не хотите выходить замуж, и не ставите себе эту цель. Но я полагаю, что вам хотелось бы быть с мужчиной, и хотелось бы, чтобы у вас были, ну, если не семья, то хотя бы отношения какие-то. Да? Вот. А у вас этого нет. И возникает вопрос, а почему этого нет? Да? Возникает вопрос, а как складывалась ваша жизнь? Ну, вот. До этих событий. Понимаете? Может быть, вы боитесь сближаться. Может быть, вы отталкиваете мужчин от себя неосознанно, неосознанно, да? Вот. Может быть, такое. Вполне. Вполне может быть. Поэтому, мне думается, что разобрать данный аспект вам вполне себе имеет смысл. Вполне себе имеет смысл. Как и то, какие чувства вы испытываете сейчас. То есть, мужчина вам предложил поиграть там в сексуальную игру, допустим, да? Ну, предложил и поиграть. Предложил и предложил. Да, это, может быть, ну, не то, что вы хотели, да? Но, с чего-то надо начинать. Вот. Может быть, ему требуется больше времени на то, чтобы раскрыться. Вот. Я не говорю, что это обязательно так. Меня интересует ваша позиция. Вот вы говорите, что я серьёзный человек. Я вам верю, что вы серьёзный человек. Вопрос в том, не слишком ли вы серьёзный человек. Не слишком ли вы серьёзны для отношений. Вот, что меня интересует. Потому что излишняя серьёзность, да? Излишняя серьёзность. Ну, значит, не позволяет вам, излишняя серьёзность, не позволяет вам, возможно, вступать в отношения. Как раз таки. Понимаете? Какая история. Вот. Так что, постарайтесь про... анализировать эти моменты. И, собственно, сделать сравнительный анализ, например, всех ваших отношений с мужчинами и их, так сказать, развития. Вот. Я полагаю, что где-то там и будут причины того, почему у вас они складываются. И причины того, почему мужчины к вам добавляются только вот такие, которые не настроены на серьёзные отношения. Вот. Скорее всего, вы боитесь какой-то, какой-то близости. Либо эмоциональной, либо интимной. Небольшое резюме, резюмирование по вашему тексту будет следующее. Да? Что... Сместите акцент с него на себя. То есть, вот, вместо того, чтобы говорить о нём, поговорите о себе. Что хотите вы? Что для вас актуально, важно, ценно? Эээ... Вот вы говорите, что у вас нет попременности выйти замуж и... Эээ... Значит... Сейчас я посмотрю. Эээ... Что вы писали. Так. И... Эээ... Вступать в какие-то отношения. Да? Вот. То есть, эээ... Вступать в какие-то отношения, это, я так понимаю, эээ... Несерьёзные отношения. По... Эээ... Ну, по вашему мнению, несерьёзные отношения. Вот. Но, здесь, опять же, возникает, эээ... Момент такой, что, во-первых, серьёзные отношения часто начинаются и несерьёзных, во-вторых, эээ... Эээ... Серьёзные отношения подразумевают наличие у людей эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Это, вот, думается, мне тоже очень важно для вас. Ну и, соответственно, какого мужчину вы хотите, какой мужчина вам нужен и так далее. Это вот тоже необходимо разобрать вам. Потому что то, что произошло, да, показывает, что вы не готовы принимать людей, не готовы принимать их позиции, не готовы принимать то, что у них есть, вот, и у этого есть свои причины. То есть вы по сути человека оттолкнули. Может быть, с ним ничего не получилось бы, но вы его оттолкнули. Раз, никто не заставлял играть с ним в его сексуальные игры, но, опять же, может быть, вы не дописали, но ничего сексуального я не увидел. То есть его комплименты вам – это не сексуальные игры, как таковые. Вот. Хотя я могу ошибаться, конечно. В любом случае, обязательно вот на эти темы, которые я озвучил, постарайтесь подумать, потому что это важно. Это важно для вас и важно для вашей будущей, возможно, жизни, для ваших будущих отношений. Вот. Я бы рекомендовал вам взять несколько консультаций у психолога, чтобы совсем подробно разобраться. Потому что, как вы, значит, пишите, да, проблема-то вообще не в вас, а проблема вообще вот в молодом человеке, который вот оказался таким непонятным. Да? Вот. Но на самом деле, на самом деле, проблема в том, что для вас он стал кем-то значимым, вот, несмотря на то, что случилось, и его значимость, несмотря на то, что вы не принимаете его, свидетельствует о наличии у вас невроза, то есть подавленных, вытесненных желаний. И вот с этим, в первую очередь, и нужно с вами разбираться, чтобы вы были свободны в своем поведении. А значит, и свободны в выборе партнера. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!